Меня зовут Кирилл Юрьевич Исков. Я старший научный сотрудник Палеонталонического института Академии наук и буду вести у вас соответствующий раздел нашей молодой модели, посвященный истории жизни на нашей планете. Итак, первую лекцию мы сегодня посвятим скорее методическим делам. То есть как вообще в принципе изучают явления прошлого, что такое идеологическое время и какие существуют способы его измерения и прочие, связанные с этим вопросом. А уже позже мы будем изучать конкретные разделы, конкретные эпизоды развития жизни на Земле. Итак, начнем с того, что вообще такое, что составляет предмет палеонтологии, что такое палеонтологическая леппись и прочие дела. Значит, люди издавна находили в толще осадочных пород некие странные изображения, вроде как животных. Вот вроде как, кто-то вроде какой-нибудь там контур-листа, рыбка. Ну, все вы сами знаете чертовы пальцы, бельминиты, остатки, да, остатки мезозлевских головоногих бельминитов. И там аммонитов с иногда очень красивыми перламутровыми покрытиями, которые используют в качестве брошек, тоже соответствующих мезозлевских головоногих остатках. Вот что-то мел, кто знает. Ну, да, химически, химически, да, химически это кольце ЦО-3. Да, а как это образуется? Ну, известняк это пласты вот умерших ракушек. Умерших ракушек, умерших, да, в данном случае не ракушек. Кто? Значит, побольше, да. Останки? А? Это из останков образуется? Да, это все, это образуется, это остатки, просто, кто-нибудь знает, кто это конкретно? Нет, в общем, это остатки с одной стороны одноклеточных золотистых водорослей, как элипофорид, а с другой, и другой компонент, это остатки раковинных амёбок форминифер. Да, значит, вот это все вместе составляет вот это самое печенье, вот там, который вы видите, да. Если посмотрите по большим увеличениям, вы как раз все эти самые, эти остатки древних микроорганизмов, вы увидите. Ну, то, с какой точностью эти изображения производят живые организмы, ну, а иногда на них, как теперь нам известно, можно установить даже клеточную структуру, да. И, с другой стороны, то, что это все идет большими сериями, там, наверное, по тысяче, да, земляров, сразу закрывало вопрос о том, что это может быть какая-то вот игра природы, да, что ученым с давних пор было понятно, что мы имеем дело с какими-то, с какими-то, неким, но вполне понятным образом, окаменевшими остатками животных и растений, которые жили в прошлом, да. То есть, это надо воспринимать именно как нечто, нечто, жившее когда-то на Земле, а сейчас вот не видимо, не видимо, аналогов. И вот дальше начинается очень интересный вопрос, который обычно как-то так вот не очень рефлектируется исследователям. Дело в том, что сама по себе, что палеонтологи живут в мире не столько реальных объектов, сколько интерпретаций. То есть, понятное дело, что тираннозавр, которого мы все, так сказать, полюбили со времен фильма парк-юрского периода, это в действительности просто кусок песчаника, который своей формой напоминает, сильно напоминает, кости некоторых современных рептий. Ну, камень не камень, но если вы будете твердо искать из-за того, что это действительно неким образом окаменевшая кость, вы по ее структуре можете определить, да, вы можете определить, как крепились мышцы, соответственно, какая была походка у этого существа, по отсутствию наличия или отсутствию колец нарастания в костной ткани, которые тоже ловятся на ископаемом материале, вы можете делать выводы о том, были ли это существа холоднокровным или теплокровным, да, то есть вы можете массу всего из этого дела извлечь. Но для этого вы должны быть уверены в том, что перед вами действительно некий объект, который когда-то был живым, а теперь стал, кто-то превратился в камешек, что это не именно мини-эроприрода. И вот здесь, на этом месте, очень серьезную роль начинает играть картину мира исследователя. Вот, например, одно из первых вообще ископаемых, которое было внятно описано и вошло в обиход науки нового времени, это в 1726 году такой врач-швейцер описал в районе Годенского озера, так называемого человека-свидетеля потопа. Действительно, в каменоломне находят на сколе плиты, был найден череп, так относительно сферический, позвоночный столб и, вроде как, конечности. Ну, что это было? Ну, человек-свидетель потопа. Да, хорошо, так сказать, ложился в хорошую картину мира. Да, вот, утонуло время потопа, потом мы видим эти остатки. Или, например, вот был такой просвещенный римский император Адриан, он создал, ну, вероятно, первый в истории вообще естественный исторический музей. Ну, пускай, в собрании, так сказать, диковинок у себя накапливал. И вот, среди прочего, у него там были замечательные скелеты маленьких кайнозойских слоников, которых довольно много на островах Средиземноморьях было в середине кайнозоя. А вот, кто из вас видел скелет слона или мамонта в зоозоологическом музее, в палеонтологическом? Вот, представляете себе, как выглядит череп. Здоровенные дыра, то есть это как-то под хобот, да? Маленькие глазки, которых, собственно говоря, почти не видно. И вот, если этот скелет, этих самых небольших слонов, если его смонтировать в стоячем виде, то получается, кто получается? Ну, циклок получается, конечно. Существо ростом, так сказать, метров три, череп, здоровенный глаз посередке. Настоящий циклок, всё, так сказать, в порядке. Значит, я говорю об этих интерпретациях именно потому, что не швейцы, не, так сказать, вот соответствующие, ну, тогда учёные, их трудно назвать, философы, так сказать, которые занимались здесь научными вопросами, они вовсе не были, так сказать, там не учили, так сказать, вот там и всё прочее. Они просто действовали в рамках своей картины мира. Потому что человек-свидетель потопа для олегиозного человека XVIII века или, так сказать, циклопа для античных римлян, это существа чуть не менее реальные, чем вот для вас, зрителей BBC-шных сериалов, являются динозавры. В их мире циклопа достигают свидетелей потопа, вполне себе существовали. Вот об этом всегда нужно помнить, когда мы имеем дело с реконструкцией прошлого, что мы в действительности всегда имеем дело с реконструкцией. Всегда надо делать некоторую, вот на этом месте поправку на ветер. Тот раздел биологии, который занимается вот этим самым событием прошлого, и существами, которые жили, называется палеонтологией. А вся совокупность вот этих объектов, и следов их жизнедеятельности, которые тоже вводятся в ископаемом виде, называется палеонтологической летописью. Палеонтологическая летопись – это не метафора, еще раз, а это строгий термин. Так вот, палеонтологическая летопись, как всякая летопись, принципиально не полна. Понятное дело, что в захоронения попадает ничтожная доля существ, живых на нашей планете в какие-то времена. Есть группы, которые вообще не попадают в захоронения. Но точно так же, как и историки. Вот историки делают со своими летописями. Понятное дело, что летописи не полны. Большая часть летописи, которая содержит описание, до нас не дошла, была утеряна на разных этапах. Понятно, что летописцы, как свидетели, врут. Кто сознательно, кто в угон властям, кто просто честно. Но из всего этого, как вы понимаете, вовсе не следует, что мы не можем восстанавливать картину прошлого по этим разрозненным, противоречивым, местам, не вполне соответствующим действительности фрагментам. Для этого есть свои способы. Как мы сравниваем критику, сравниваем разные летописи и вычленим то, что у нас есть общим. При изучении исторических источников есть специальный раздел «Критика источников», который занимается тем, чему можно верить, в каком объеме и как из этой противоречивой картинки делать то, что мы видим в школьных и университетских учебных. В палеонтологии есть абсолютно аналогичная вот этой самой критики источников, историков, раздел. Он называется «Тофономия». Это раздел науки, который занимается закономерностями формирования палеонтологической летописи. И, соответственно, чему можно верить больше, чему можно верить меньше, как сделать поправку. Например, водные организмы попадают в захороненные штатным образом, а сухопутные организмы попадают туда в качестве редких исключений. Поэтому, если вы, например, видите, что, например, отсутствие в палеонтологической летописи некой группы сухопутных организмов объяснить всегда можно неполнотой палеонтологической летописи, то если у нас есть некая группа сухопутных, а вот если наоборот, если некая группа сухопутных организмов у нас есть, а ее водные родственники отсутствуют, вот это такая серьезная вещь, да, что должна быть и должна ловиться лучше, а не ловиться. Вот может быть, ее действительно нет. Вот для такого рода логических построений это все достаточно важно. Я говорю, вот всем этим как раз занимается такая, занимается Тафано. И вот еще раз по этим всем отрывочным противоречиям и неполным следам мы, собственно говоря, и составляем вот эту самую картину мира, которая к тому же, как я уже сказал, в большинственной степени представляется чистой экстраполяцией и интерпретацией. Так что да, можно сказать, что палеонтология наука не точна. Но на этом месте она действительно приближается, не к истории, конечно, а к артеологии. Вот этот пласт наук. Опять же, никакие эксперименты у нас невозможны, как вы понимаете, в отличие от экспериментальной идеологии. Так что да, у нас наука специфическая. Но кое-что, тем не менее, мы можем. А кое-что знать мы не можем. Ну, естественно, возникает вопрос, как вообще возникают вот эти объекты, которые служат предметом нашего изучения. Как, откуда берутся вот эти самые ископаемые ракушки, ископаемые кости динозавров, вот эти самые ископаемые одноклеточные волосы и одноклеточные раковинные амега. Как вообще, собственно говоря, это все получается? В организме сейчас известно примерно шесть десятков минералов, которые входят в состав живых организмов. Это, по большей части, карбонаты, такие как кальцит, ароганит, фосфаты, апатит и галит. Вот из чего зубы ваши состоят, например. Окись кремния, может быть, магнитит, лимонит, окись железа. Существенно то, что минералы, которые строятся внутри организма, на органической матрице, они имеют отчетливое отличие от своих небиогенных аналогов. Они отличаются по структуре кристаллической решетки, по составу микропримесей, по некоторым признакам. И опять факт, что все они менее стабильны, чем их неорганические аналоги. Какой путь должен пройти организм для того, чтобы из погибшего живого существа превратиться вот в этот самый наш отпечаток, который мы будем дальше изучать? Прежде всего, вот это первое условие, с которого все начинается, он должен попасть в бескислородные условия. То есть, если погибший живой организм остался на поверхности земли, то за него немедленно возьмутся гнилостые бактерии, которые очень быстро это дело приведут в полное соответствие. Они просто его разложат на соответствующие наборы очень-очень простой органики, а дальше, кстати, неорганики. Значит, поэтому первое, что должно произойти с живым организмом, это он должен попасть в бескислородные условия. Как это сделать? Где это? Да, ну, по крайней мере, по крайней мере в воду. То есть, он должен, по крайней мере, для начала попасть в водоем и быть занесенным осадом. Вот если это выполнить, да? А на поверхности их тоже может быть засеножим? Такого не получается. У вас всегда рыхлое. Все, что на поверхности, например, там, эоловое положение, если вы имеете в виду, знаете, так, как песок, мелкую пыль несет, вот так лёс получается. Вы, наверное, это имеете в виду. Нет, все равно не получается. Там пористость слишком, все равно это достаточно пористые вещи, кислорода все равно достаточно. Все равно, так сказать, это все будет сгорать. Значит, первое, что должно, то есть, первое, что должно получить, вот так сказать, условие, без которого нельзя, синуклонон, это у вас должен, погибший организм у вас должен для начала попасть в эту бедную кислород, в водную среду и быть занесен вне осады. Вот если это выполнено, тогда дальше, так сказать, вот при некоторых условиях это может идти дальше. Если это не выполнено, то говорить вообще дальше. А вот вечная мерзлота там видеть ещё? Вечная мерзлота, это немножко про другое. Вечная мерзлота, вы понимаете, да? Во-первых, это речь идёт про первые тысячи лет, то есть это, собственно говоря, вообще, диапазон палеонтологических, как палеонтологи работают с миллионами лет, да? Что тысячи, это, грубо говоря, это для археологов, там, иншифтоверов и всего прочего. Мамонты и всякие прочие шерстистые носороги, которые у вас в вечной мерзлоте, у меня ещё большая часть этих самых организмов при следующем, при следующем скачке климата, который, так сказать, уже начнётся, начнётся в ближайшее время, у вас мерзлота на этом месте исчезнет, и это всё, так сказать, вот потом исчезнет. То есть это мы можем фиксировать, мы можем видеть эти самые замёрзшие консервы, которые первые тысячи лет, но это все эти самые мамонты и шерстистые носороги в палеонтологическую летопись попасть шансов не имеют вообще никаких. То есть это, грубо говоря, идёт, вот я не зря говорил про минералы, про минеральное измещение, собственно говоря, палеонтологическим объектом становится только то, только то существо, в котором произошло минеральное измещение. Одних минералов на другом мире. Когда у вас есть, грубо говоря, замороженный мамонт, это объект зоологов, а не палеонтологов. Так, грубо говоря, этим зоологическим это называется, а не нашим. Ну вот да, он не живой, но он и не окаменённость. То есть мы занимаемся окаменелостью. Значит, вот, когда у вас объект попал... Да? Куда-куда? Безвоздушное? А где вы безвоздушное пространство? А где вы безвоздушное пространство? Там, где у вас есть воздух, у вас обязательно будет кислород? А где вы безвоздушное пространство? Не получается. Понятно, что искусственно вы можете создать кислородную среду. Можете там в чистый азот поместить. Но это только рукотворные вещи. Так у вас с этим не получится. И вот, соответственно, когда у вас происходит захоронение погибшего живого организма в безкислородных условиях, дальше у вас начинается процесс минерального замещения. Как уже было сказано, вот эти биогенные минералы, они, как правило, неустойчивы. Они начинают распадаться на составляющие химические элементы, после чего химические элементы начинают, пока еще цела эта органическая матрица, они начинают на ней строить минералы другого состава, уже не биогенные. И вот в том числе иногда и свои же неорганические аналоги. И вот эти получающиеся таким образом минеральные отливки, если можно так выразиться, вот они дальше могут существовать неопределенно друг. В условиях необычного химизма среды иногда могут получаться очень странные вещи. Ну, например, там, где работают серные бактерии, иногда происходит перитное замещение. То есть вот органика замещается перитом, фермой «Эс», с золотой манкой или ушачьим золотом, как это называется. Иногда бывают очень странные истории, вот известная такая историческая даже. Как раз во времена Длинея в Швеции при разработке старого рудника было найдено тело рудокопа погибшего, где произошла вот эта самая замена, полное замещение органики на перит. То есть человек, состоящий из этого самого, из этой обманки. Ну, его там пытались сохранять, помещая в пороз, но, конечно, из этого дела ничего не вышло. Ну, вечно, это хорошо описано. Или, например, там, где работают хемосинтезирующие бактерии, использующие соединение фосфора, происходит очень интересное и фосфатное замещение органики. То есть замена органики на фосфат. А в каких местах, в каких тканях больше всего фосфора? В зубах. Вот если нет, зубы понятно, как уже сказано, обратит, удалит, там какие-то собственные вещи, там всё хорошо. А вот в мягких тканях, где больше всего фосфора? А? Не знаю. Где-где? В костях, да, вот мы про мягкие ткани говорим. А? В мышцах, совершенно правильно. В мышцах, в мышцах, в мышцах сороколевых, да. В результате, в результате вот этого типа замещений, да, в результате вот этого типа замещений, да, получается замещение фосфатами мягкой мышечной ткани. Ну, не всей, а где обычно ближе к сухожилиям, да, где вот эта структура, да. Вот поэтому, если вы иногда во всяких научно-популярных программах, слышите про какие-нибудь палеонтологические открытия, что вот уникальные, значит, найден там некое там существо с захоронением уникальной сохранности, где сохраняются мягкие ткани. Вот просто имеется в виду, что на самом деле речь, конечно, не о самих мягких тканях, а вот о таких хитрых минеральных замещениях, которые повторяют конфигурацию этой самой мягкой ткани. Или, например, вот происходит чрезвычайно интересное, при некоторых, опять, при некоторых типах химизма среды происходит петрификация, замещение углерода на кремлю. И при некоторых типах петрификации она идет быстро, и при этом сохраняются некоторые внутриклеточные структуры. Совершенно потрясающая вещь, да? То есть можно определить напрямую, были безъядерные организмы или ядерные. Но это, так сказать, экзотика, в общем. А как правило, речь идет про обычные карбонатные или фосфатные замещения. Но как бы то ни было, в результате получается вот эта, грубо говоря, минеральная отливка по сохраняющейся еще органической матрице. И вот как раз эта минеральная отливка может уже существовать потом совершенно неопределенно долго. Что касается органики. Значит, из органики может... Какая вообще органика, так как вы полагаете, может существовать очень долго? Есть и очень устойчивые некоторые, да? Ну, это ДНК? Нет, ДНК, это как раз... ДНК, это как раз... Целлюлоза. Целлюлоза, конечно, совершенно правильно. Целлюлоза людьми. Вот это может сохраняться полное сколько времени. И действительно, вот самые старые, самые старые находки целлюлозы, это почти полтора миллиарда лет. Вот в китайской провинции Чанчинь, находки самых ранних красных водокосов. Вот почти полтора миллиарда лет. Но, в принципе, целлюлоза фиксируется достаточно хорошо. Целлюлозные оболочки одноклеточных водокосов начинают появляться в клетологической летописи очень рано, они, конечно, очень хорошо различены. Другой тип химических веществ, которые хорошо фиксируются в летописи, это так называемые биомаркеры. Это некоторые остатки некоторых пигментов, например. Некоторые пигментные структуры, содержащие металл, они обладают очень большой устойчивостью. Например, остатки такого фотосинтетического пигмента, фикобилина, очень характерного для сине-зеленых возрастей цианобактерий. Вот они имеют возраст, эти маркеры найдены в слоях с возрастом почти 3 миллиарда лет. Понятно, что сине-зеленые возрасты, которых самих мы не видим еще на отпечатках, ведь в это время мы можем определять их присутствие по биомаркерам. Что касается ДНК, ДНК сохраняется в ископаемом состоянии. Самое древнее, что мы имеем, это примерно 35-40 тысяч лет. Это, во-первых, ДНК в замерзших тушах представителей мамонтовой пауны, которые вы как раз поминали, да, мамонт-шерстистые царони, там мы можем ДНК получать. И иногда ДНК сохраняется в зубной кульпе, где не полностью произошло минеральное замещение. Как раз на чем основаны последние исследования по палеогеномике древних людей и их предков. Вот как раз, так сказать, по тому, что у вас по ДНК в зубах. Но еще раз, что предел дальности, грубо говоря, этот метод стреляет на 40 тысяч лет примерно назад. Это, так сказать, не за пределами наших интересов. Все слишком близко. То есть исследования по ископаемым ДНК действительно дали некоторое количество очень интересных результатов. Ну, например, наконец-то поставлена точка в двухвековой дискуссии. Вот неандерталец и человек — это один вид или два. Неандерталец — это предок человека или, так сказать, параллельный ему вид. Вот, да, теперь на основании как раз в палеогеномики стало понятно, что да, это два разных вида. И да, неандерталец не является предок предок человека, а является параллельный с ним ветвь. Оба они происходят от продвинутых архантропов, от гидельбергского человека, и эволюционировали в разных направлениях. Да, вот, палеогеномика на этом месте вот поставила точку. Кое-какие интересные результаты еще раз говорю есть, но вот надежды на мыкуерную генетическую революцию, которые были некоторое время назад, они пока не оправдались. То есть все-таки просто слишком, слишком, слишком недалеко. Опять, некоторым образом, резюмируя это все, что объект становится палеонтологическим объектом, когда в нем произошло минеральное замещение, да, то есть когда это камень уже, да, камень, несколько там повторяющие некоторые черты этого самого организма. Пока минеральное замещение не произошло, как у ваших мамонтов. Это объект не палеонтологии, а золотой департаменты, да. Вот, да, по-другому департаменту. Дальше. Далее. Так, у нас имеется палеонтологическая летопись, совокупность вот этих минерализованных отпечатков живых организмов и следов их жизнедеятельности. Летопись эту, как положено, надо читать по некоторым правилам. Вот одним из фундаментальных правил, по которым читаем палеонтологическую летопись, является так называемый принцип актуализма. Принцип актуализма был сформулирован одним из отцов современной геологии, исторической геологии и одним из учителей Чарльза Дарвина, Чарльзом Лаелем, великим британским геологом, и звучит он как «настоящая есть ключ к прошлому». То есть при реконструкции событий прошлого мы должны исходить из того, что в прошлом действовали такие же законы природы, как сейчас, до тех пор, пока не показано обратное. Вот это важно. Что принцип актуализма не утверждает, что в прошлом всегда действовали только такие законы природы, как сейчас. Нет. Он утверждает, что мы должны начинать рассмотрение, что мы должны начинать свои реконструкции, исходя из того, что всё было так, как сейчас. А вот если концы с концами не сходятся, мы можем привлекать некие дополнительные сущности. В действительности принцип актуализма, как вы можете убедиться, это есть одно из приложений фундаментального для всей европейской науки нового времени принципа бритвы Оккома. Вы себе представляете, хотя бы слышали, что это был такой монах-философ в XIII веке, который сформулировал, что не вводите сущностей сверхнеобходимого. То есть, что перебор гипотез надо начинать с самого простого объяснения. Вот если простейшее объяснение не работает, можно давать дополнительные вводы до тех пор, пока вы не получите убедительную картину с привлечением минимального количества обещаний. Вот, собственно говоря, принцип актуализма именно в том и состоит. Мы исходим из того, что в прошлом было как сейчас, до тех пор, пока не показано обратно. Вот как работает принцип актуализма, давайте мы сейчас рассмотрим на двух конкретных примерах, которые касаются климата предыдущих веков. Вот в слоях, соответствующих каменноугольному карбоновому периоду, у нас в Подмосковье, в наших подмосковных карьерах, вы можете найти, кто из вас минимально вообще когда-нибудь интересовался всякими ископаемыми, вы можете найти там прохеопод, причем многих всяких, и, среди прочих, вы можете найти кораллы, окамененные следы кораллов, остатки кораллов. Значит, что такое кораллы? Кораллы – это колония кишечно-полосных, которые строят некий общий домик. Да, совершенно правильно. На этом месте вопрос. Кораллы сейчас живут в тропиках. Только. Да? Почему? Да, да. Потому что они в симбиозе с водорослением. Это верно. Это верно. Но, вообще-то говоря, тропические воды ничуть не более прозрачные, чем умеренно. Тепло любилые? А? Тепло. Тепло. А что про тепло? Тепло. Очень важно, да. Тепло. Да. На самом деле все убирается в тепло. На самом деле, даю подсказку, это убирается в тепло. Помните? Да. Значит, еще раз. Осаждение карбоната кальция, из которого они строят дом, возможно только при температуре среды выше 21 градуса. То есть вода должна быть теплее, чем 21 градус. Более того, она должна быть весь год. То есть у вас среднегодовая, у вас годовая изотерма должна быть 21 градус. Если вы посмотрите распространение, да? Если вы посмотрите распространение корабловых построек сейчас, вот они у вас точно лягут под эту самую изотерму 21. Да? Так вот, соответственно, наличие здесь у нас, в Подмосковье, кораблок-рифов в это время заставляет управлять, да? Что климат, да, что море, которое было, морководное море, которое было на месте Москвы когда-то, в нем температура воды была 21 градус. Если не предполагать, опять-таки, каких-то очень странных завихрений с законами природы, которые регулируют уже химию осадконакопления. Значит, с другой стороны, смотрим отложение этого же периода в тропических частях планеты и видим, что в Индии, в Центральной Африке, в Бразилии имеется окаменелая древесина с годичными кольцами. Чего это говорит? О том, что тут были тропические леса и морковые болты? Нет. И древесина, там, ну, принадлежность древесины пока не знаем, мы видим только что древесина с годичными кольцами. О чем это говорит? Да? О том, что там есть летний и зимний период. Совершенно верно. Что есть сезонный, что климат сезонный на этом месте, да? Что наличие годичных кольц говорит о том, что климат, что там есть зима и, кстати, не обязательно зима и лето. Это, может быть, сухой и мокрый сезонный, да? В принципе, может быть, не тёплый и холодный, а сухой и мокрый. Да. Но, тем не менее, это означает, что это не тропический климат. В тропе, да, у вас квадриальный климат как раз состоит в том, что зима летом одним цветом, да? Вот, соответственно, то есть мы что видим? Мы видим, что в нетропических широтах температура позволяет существовать коралловым рифом, а в тропических широтах, да? В это же время климат нетропический, да? Значит, как такое может быть, если мы не будем наделять некими очень странными свойствами живых существ, про которых мы говорим, что гораздо логичнее предположить, что эти фрагменты суши, да, материки, были расположены на глобусе по-другому. То есть, что мы были, да, вот, мы были ближе, мы были гораздо ближе к экватору, да, а материки южного полушария, о которых мы говорим, да, Африка, Южная Америка, там, Индия, были, наоборот, гораздо ближе к полюсу, чем сейчас. Вот, то есть очень странно, да, но, как мы знаем, именно так, именно так всё и оказывается, что нынешняя, да, что нынешняя историческая идеология, которая основана на, как раз, признаёт факт перемещения материков по глобусу, да, что, собственно говоря, вот так оно и происходит. Или вот, так сказать, другое. Ну, общеизвестно, что в Мизозое, в начале Каинозоя в высоких широтах было очень тепло. Ну, там, на Чукотке и на Аляске растут пальмы, там, на Канадском архипелаге живут крокодилы, да, в Гренландии растёт хлебное дерево. Это, опять, известно было геологам и палеонтулогам очень давно. Значит, какие для этого могут быть объяснения? Что было с климатами? Значит, ну, первое предположение, которое на этом месте вот так в лоб, что, ну, да, Солнце тогда, наверное, грело гораздо сильнее, чем сейчас. Так? Нет, такое объяснение не работает. Почему такое объяснение не работает? Тогда Земля должна была быть ближе к Солнцу? Нет, ну, в данном случае мы, в данном случае, мы не астрономы, мы ничего не знаем про астрономию. Вот мы просто предполагаем, потому что мы имеем дело с фактом. У нас есть факт, что в высоких широтах, да, в высоких широтах Земли, а в этот момент мы, в качестве дополнительной водной, в это время уже расположение полюса, положение полюса относительно вот этих территорий, о которых мы говорим, оно немножко отличалось от нынешних, но несущественно, да? То есть в высоких широтах гораздо теплее, чем сейчас. Предположение о том, что мы можем предположить, что по какой-то причине Земля получала от Солнца, от центрального светила, гораздо больше энергии, чем сейчас. Находилась она ближе, Солнце грело лучше. Это, так сказать, вне нашей биологической и калинатологической компетенции. Мы просто предполагаем, что Солнце могло доставлять энергии к нам сюда больше. Почему эта гипотеза не работает все равно? Она не работает, очевидно. Да? Работа добавлена, где экватор? Отлично. Экватор, потому что, совершенно верно, потому что экватор все равно греется в силу шарообразности планеты, экватор все равно греется с вещественными полюсами. То есть если у вас Солнце греет так, что высокие широты нагреты, грубо говоря, до удовольствия субтропиков, то на экваторе должно твориться вообще-то пекло абсолютное. А между тем, на экваторе, просто опять по составу, потому что флора и фауны, ничего серьезного не происходит. Там идет совершенно нормальная жизнь. Да? То есть это не работает. Может быть течения, разные течения. Ну вот тогда были другие течения. Да. Тогда объяснение другое. Тогда объяснение другое. Что тепла-то Земля получает столько же, столько сейчас, но распределяется по поверхности планеты это тепло совершенно по-другому. Если у вас гораздо по-другому работает система, прежде всего холодных и теплых течений, то можно перераспределять приходящее на планету тепло гораздо более равномерно. То есть у вас высокие широты нагреты гораздо сильнее, чем сейчас, а экватор как раз несколько охлажден. По отношению к нынешней, но по всей Земле устанавливается некий теплый ровный климат, да, близкий к субтропическому. И опять-таки так оно, по всей видимости, и было. Более того, вот такая ситуация, она называется термо-эра, когда по всей Земле, грубо говоря, не сплошные субтропики, нет полярных шапок, снега и льда, что такая ситуация, она термо-эра, в отличие от криво-эра, в которой мы живем сейчас, когда есть полярные шапки, что вот, скорее всего, термо-эра составляет примерно 80% существительными планетами, а криво-эра, в которой мы живем, это примерно порядка 20% существования планеты. То есть как раз мы живем во время довольно редкой климатической аномалии, с очень скверным климатом. Вообще, обычно, из-за меня было лучше. Вот. Значит, так я просто, я к чему веду? Я веду к тому, что в итоге палеобиологи, основываясь на том, что свойства животных и растений прошлого должны были быть примерно такими же, как сейчас, предполагали существование на Земле принципиально другого типа глобального климата и передвижение материалов. В итоге это оказывается правильно. То есть, что в прошлом, еще раз, принцип актуализма вовсе не означает, что в прошлом все было, как сейчас. Нет. Но, начиная, начиная, начиная выдвигать некие гипотезы о прошлом, мы должны исходить из того, что было, как сейчас, а вот если не работает, тогда можно вводить дополнительные сущности. Вот. Таким образом, так вот это все и работает. Итак, значит, перед нами встает задача, как вот у нас есть некие живые организмы, неким обсужденным образом перешедшие в ископаемые состояния, и мы на них натыкаемся в земных слоях. Задача, первая задача, которая у нас при этом перед нами возникает, как определить время, когда это все происходило, когда жили соответствующие отдельные годы. То есть проблема измена. Чем выше слой, который сохранен, тем более новое. Отлично, отлично. Вы просто сейчас своими словами изложили принцип стыно, ученого монаха 17 века, который это дело так сформулировал, что земля это луковица, с последовательностью слоев, и те слои, которые лежат выше, те образуются в более раннее время. Отлично. Значит, сейчас мы непосредственно перейдем к стыно принципу Ексли, но пока просто некоторые придержат по времени. Значит, на что, какие самые крупные отрезки, на которые делится история планеты? Мезозой, каинозой, каинозой, каинозой. А дальше? Да, ну до кембрии какой-то. До кембрии какой-то составляет 7-8 влияния существования планеты. А до кембрии на что делится? Анархия проторозой. А вообще планеты сколько существует? Примерно 4,5. Ну, в районе 4,5. То есть в районе 4,5, 4,6. Вот, соответственно, по 2,5 миллиарда на археи проторозой. 4,5, 2,5. И здесь 0,54. Вот, соответственно, а вот этот кусочек, да, это полиозой, мезозой и каинозой. Еще раз. Вот это вот полиозой, мезозой и каинозой, которые вместе объединяются в фанерозой. Фанероз явный, да? Мера явной жизни. То есть это когда существуют скелетные организмы, которые, мы, так сказать, нормальные, которые мы познаем сразу. Ну, понимаешь? Вот это вот время, уже, так сказать, вот относительно привычной нам жизни, это все укладывается в 1-8 времени существования планеты, да? А до этого у нас царство одноклеточных, царство микроорганизмов. С некоторого момента появляются хотя бы там в кариатический организм, а это только один, как ириоты. Да. Вот такая вот структура. Дальше, соответственно, эра дальше делится на что? На периоды. На периоды. Дальше эра делится на периоды. Мезозой у нас на что делится? Кембри. Ой, 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 ой. До кембри. Ну, раз уж мне нет, но до кембри. До кембри, значит, до кембри – это все вот это. До кембри – это все вот это, потому что первый период фанерозоя – это кембри. Поэтому все, что раньше – это до кембри. Ну, или по-другому это, знаете, криптозой. Что фанерозой явный, а криптозой раскрытый жизнью. Где всякая, так сказать, только одноклеточная радость, ну и создаваемый имя, там, нет этого типа осадок. Значит, мезозой, соответственно, это у нас любимый антрес, да, там юра и мел. Вот, соответственно, дальше, соответственно, можно делить. Я думаю, не то, что можно, а дальше это делят на века, мел там делятся, соответственно, там, неаком, бар, мап. Ну, совершенно, не буду вам, не буду вас грузить. Вам это совершенно, вам совершенно ничего, если хотите, если хотите, возьмите книжку. Значит, итак, если вот геохронологическая шкала, о которой мы говорим, которую, как вы можете помнить, у вас там, скорее всего, на стенах в кабинете биологии она висит, да, вот все эти отрезочки, они еще обычно раскрашены в веселенькие цвета, все разные. Цвета эти, кстати, унифицированы по всему миру, да, по геологическим, геологические отложения, да, соответствующие эпохи на картах, да, вот они, как сказать, крашены в соответствующий цвет. Он, ты мне скажешь, меловый юран, это темно-голубая, а мел он зеленый, в геологических картах. Я еще раз говорю, это по всеми не унифицируется. Значит, и вот сбоку от этих самых, сбоку от этих фрагментов, от этой самой линейки, на этой самой, которые вы видите у себя на стенке, вы видите наверняка цифры, да, вот, соответственно, мел у вас от 67 до 138 миллионов, да, Значит, вот у вас сбоку есть циферки, да, в миллионах лет, как это все... Да, значит, вот в миллионах лет сколько это все существовало. Вот, на вашей привычной геохронологической шкале, еще раз, которую у вас, там, на форзацах учебников, на стенах, на стене кабинетной биологии, вот. Когда начинаешь спрашивать человека, как геохронологическую шкалу устроили, то вот процентов 85, как это подсказывает, людей, они излагают примерно вот такую последовательность. Ну как, вот есть где-то на Земле такая полная последовательность всяких отложений всех эпох, Ну, что-то вроде такого вот эталона, да, из парижской, да, там, палаты мира весов. Вот, соответственно, берут, вырезают, грубо говоря, геологические эфиры со всеми, так сказать, вот там, со всеми слоями, которые существуют на планете, да, потом берут и смотрят, в какое время образовались какие из этих слоев. Вот, в самом деле, все знают еще про радиоизотопное датирование, да, и поэтому они говорят, что вот при помощи, да, при помощи радиоизотопных датировок можно выделять соответствующие кусочки, да, что вот, да, и понятное дело, что мы видим, что в самых верхних слоях, да, что там в самых верхних слоях у нас живут мамонты, да, там остатки мамонтов там и древних людей, поглубже идут там динозавры, да, вот поглубже, поглубже у нас идут динозавры, да, вот еще глубже идут остатки каких-нибудь ракоскорпионов, да, вот, ну а в совсем уж ранних слоях тут всякая там совсем одноклеточная всякая невозумительная живность, более того, что это совсем-совсем не просто, мало интересно, да, вот, ну дальше мы начинаем при помощи радиоизотопного датирования делить это все, да, делить время образования этих слоев, вот мамонты жили, значит, вот с нуля, там, до 67 миллионов лет, да, дальше начинаются, да, у нас, дальше у нас начинается мезозой, когда живут эти самые динозавры, да, там, 138, да, и вот, соответственно, после того, как мы поделили эти самые слои, да, после того, как мы поделили, да, при помощи неких внешних часов, вот эту последовательность слоев, неким образом, мы после этого начинаем, да, мы после этого начинаем раскапывать, да, эти слои, и начинаем смотреть, какая фауна свойственно к какому из этих самых временных интервалов, да, что вот, так сказать, вот здесь у нас будут, как-то там, мамонты, первооботные охотники, всякие там представители, всякие там гипериозовые фауны, там, всякие трехпалые лошади, там, и эндекадерии, вот здесь у нас динозавры, там, зубатые птицы, аммониты, белемниты, там, фторозавры и прочее, ну, а дальше, так сказать, вот, опять-таки, всякие ракоскорпионы, трилобисты и прочее добро. Вот так получается эта самая геохранологическая шкала. Значит, вот эти представления, которые слушаешь, слышишь регулярно совершенно, от кого только не слышишь, значит, они в действительности не соответствуют абсолютно. Все ровно наоборот. Значит, все ровно наоборот. То есть берут и повсюду и сравнивают? Да. Совершенно правильно, что идут снизу, идут снизу от конкретных геологических разрезов. Значит, что нужно помнить, что никакого вот этого самого эталонного разреза, в котором есть все слои, все там наборы ископаемых, все эти, его в природе не существует. Никакого физического выражения у геохранологической шкалы нету, что это идеальная конструкция. Ну, идеальная, в том смысле, вы понимаете, да, как идеальный газ, идеальная точка, там, и все прочее. Что никакого физического выражения у геохранологической шкалы нету, да? Значит, во-вторых, что начинается все не с, вовсе не с разбиения это на некие временные интервалы и население их, соответствующей фауной. А наоборот, начинается все с того, что мы располагаем по некой временной шкале, мы располагаем просто по последовательности разреза соответствующей группе живых организмов, смотрим, где происходят самые резкие смены состава этих живых организмов. И вот эти места мы не полагаем за границей, да, за границей слоев. Вот. Ну и, наконец, что в качестве, так сказать, последнего, что столь привычные нам вот эти самые датировки, миллион лет, да, они появились относительно недавно. Как вы полагаете, когда появились вот эти самые датировки? Ну, не до года, естественно, а так примерно. В 90-х. А? В 90-х. В 90-х чего? Которого века? А? В 20-х. Где-то в середине, может, в 20-х. Ну, в середине 20-х они стали совсем привычными. Скажем так, когда они начали появляться хотя бы так? В середине 20-х уже 15-х, или? Нет. В 20-х, да, да. Значит, значит, в основе радиоизотопного датирования, мы сейчас, например, лежит открытие, значит, сначала открытие Беккерейна самого явления радиоактивности, а потом, так сказать, Резерфорд, сам метод был придуман Резерфордом. Резерфорд за радиоизотопное датирование, за датасмутацию урана своей, получил свою Нобелевскую премию по химии, кстати, а не по физике, что интересно, да? Он получил ее в 904-м году. Первые реальные датировки горных пород пошли в 907-м году, да? То есть к началу 20-го века вот эти цифры раньше, к началу 20-го века появиться не могли ни как. Понятно, да? А когда появились все Триас, Юра, Мел и прочие, так сказать, Кембрии и Докембрии, это когда появилось? Давно. Давно. Когда? А когда давно? В 18-м году. Совершенно верно. В конце 18-го, в самом начале 19-го. То есть век вообще обходились вообще безо всяких этих самых цифр. Обращаю ваше внимание, то есть шкала была, а цифры были никаких не состояло. Ну, в общем-то, жили и работали. То есть вполне нормально работала, так сказать, всякая геологическая съемка, с датировками, это важные дела, работали. Вот совершенно обходясь без вот этих самых абсолютных цифр. Почему? Потому что вообще галеонтология работает в основном с относительным временем. В чем состоит задача галеонтологии? Задача галеонтологии состоит в том, чтобы это не следить. Вот эту самую шкалу как можно большим числом живых существ и размазать их по шкале более-менее равномерно, чтобы не было каких-то провалов. Значит, как в принципе строится шкала? Вот у вас два конкретных геологических разреза. Вот два речных геологических, вот тут и будут слои. Вот уже было правильно сказано, как уже было правильно сказано, если один слой выше другого, то какой из них моложе, какой старше? Тот, что выше, моложе, тот, что глубже, старше. И второе собрание, это принцип стынного. Стынного. Принцип стынного. И второй принцип. Если в двух местах в слое содержится одинаковый набор живых организмов, то эти слои как образовались? В одно время. Это слои образовались в одно время. Принцип гексли. Гексли. Да? Вот оперирую этим двое принципами, стынной гексли. То есть принцип стынок позволяет установить последовательность в одном месте, а принцип гексли позволяет сшивать последовательности из двух разных мест. Вот, пожалуйста, у вас тут три крючки квадратные. Вот, условно, фауна. А тут у нас, соответственно, вот у нас последовательности, последовательности ископаемых. Понятно, да? Что самые молодые треугольники, да? По старшему квадрату, дальше круги, дальше крестики. В этом разрезе самые молодые крестики, потом дальше косые крестики, там треугольники. Дальше мы используем, то есть это у нас работает принцип стынок. Дальше у нас начинает работать принцип гексли. То есть если у нас вот здесь вот эти самые кресты, это образуются в одно время, то после этого у нас получается, да, крестик, крестики, круги, квадраты, треугольники. А вниз от крестика судится ответственность. Вот это. Итак, полная шкала. На этом месте мы получаем полную шкалу, да, последовательность. Треугольник, квадрат, кружок, крестик. Понятно, да? На этом месте мы получаем полную последовательность, которой в природе не существует. Что никакого физического выражения у этой последовательности нет. А последовательность существования соответствующих парам для себя мы установить можем. Так вот, собственно говоря, в конце 18-го, начале 19-го века геологи тогдашней эпохи, там, Жоржа Кювье, от Жоржа Кювье до Чарльза Лаэля, они провели вот такую реальную работу по всей Земле, сведя в одну последовательность все известные на Земле реальные геологические разрезы, да, и установили полную последовательность смен композиций живых организмов. Вот эта штуковина и есть вот эта самая геохронологическая шкала. А если слой пропускается? Ну, там, например, елки... Разумеется, не если это происходит постоянно. В том-то все и дело, что мы складываем, мы складываем последовательности, да, мы складываем множество последовательностей, и на этом месте, соответственно, просто именно, что когда они все, да, то спрятать некий слой все равно не получается. То есть в этих последовательностях этот слой размыт, да, и у меня стоит, да, а в другом месте мы его все равно убиваем, да, и понятно, что на этом месте, вот, да, он должен быть, он должен быть в последовательности вот здесь, да. А если, например, два слоя, например, треугольники взяли и из-за смущения... Да, там, нет, там, разумеется, там есть куча всяких своих хитростей, потому что, ну, например, слои могут сминаться в складки, складки могут заваливаться в ту и другую сторону, часть складки может уходить в результате эрозии, получаться так называемые запрокинутые залегания с обратной последовательностью слоев, но это опять-таки своими способами это оплавливается, да. Именно потому что мы имеем дело с полной совокупностью всех последовательностей в мире, да. Значит, вот таким образом мы получаем эту хронологическую шкалу, которая, вообще-то говоря, не говорит ни о чем, кроме, что, последовательности существования фалла и с некоторыми оговорками продолжительность существования вот этих самых эпизодов. Даже продолжительность тут уже, так сказать, вот начинается некоторая... А так только последовательность и не более того, что да, самые молодые мамы-то, старшие их динозавры, старше динозавров ракоскорпионы, а старше ракоскорпионов уже всякая вот там одноклеточная мелочь. Да. Значит, в некотором смысле зоологи, в некотором смысле палеонтологи XIX века были подобны дикарям в джунглях, которые для практических целей, которые время, вообще-то говоря, как таковое, не нужно. Часы. То есть, ну, они знают, ну, как, они знают? Они знают, вот, что происходит в течение суток, да? Они знают, что есть некоторая смена сезона, да? То есть, для их практических целей этого достаточно. Часы, как таковые, им не нужны. Но, как только у вас начинается, как только у вас начинает, вообще, развиваться некоторое, так сказать, хозяйство, у вас возникает потребность в измерении времени, да? Ну, на этом месте измерение времени может производиться разными способами. Для измерения времени внутри суток у вас могут там разные варианты там солнечных часов, там водяных часов, можно придумать, да? Для более длительных промежуток времени вы ставите в соответствие всякий вегетационный цикл с особенностями, с астрономических наблюдений, да? То есть, тут есть над чем работать. Вот, собственно говоря, этой работой и занялись ученые в 20 веке, когда возникла потребность, наконец, установить, когда, сколько точно, сколько все-таки точно, как там в этой рекламе, сколько граммов нарезать. Вот, все-таки, понятно, что, так сказать, вот, низозои, раньше полиозоя и позднее кайнозоя, но сколько конкретно, все-таки? Значит, то есть нужны хотя бы какие-то временные, конкретные временные придержки? Значит, временными придержками было неясно, хотя кое-какие придержки были, и основывались они как раз именно на, именно на принципе, актуализма. В свое время, еще вот времена Лаэля, Лаэль, сам же Лаэль, собственно говоря, исходя из предположения, что в прежние времена темпы осадко-накопления должны быть примерно такие же, как сейчас, ну а с чего будем быть другими, да? И померив, да, ну, экспериментальные данные по скорости осадко-накопления современного, ну, уже геологов имелись, да, они подсчитали, какую, сколько времени должно пойти на формирование осадочных толщ, которые вот доступны прямому наблюдению. Вот просто, так сказать, берем, грубо говоря, там, вельтские толщи в Англии, так сказать, прям там, белые, да, белые утесы родной Англии, вот и смотрим, так сказать, сколько времени должно пойти на их образование. Вот когда они сложили в столбик это все, получилась цифра в несколько сотен миллионов лет. Вот так, грубая оценка, значит, и понятно, что это оценка снизу, да, то есть что должно быть, что возраст должен быть не меньше нескольких сотен миллионов лет. Значит, физики сочли это абсолютной чушь, в тот момент, что физики придерживались совершенно других представлений, ну, представления о том, что это там первые тысячи лет уже к этому времени были так не очень актуальны. Были подсчеты Геленгольца, который полагал, что Солнце сжимается, вот конфигурация орбиты будет такая, что так, конфигурация орбиты, которая современная, что это должно быть порядка 18 миллионов лет, вот, так сказать, вот Геленгольцам 18 миллионов, они, так сказать, вот пользовались популярностью некоторое время. Потом, соответственно, вот подсчитывал Кельвин, который, так сказать, лорд Кельвин, в которого шкала Кельвина, вот он предполагал, что, ну, Солнце, то есть, должно остывать, Солнце же остывает постоянно, Земля остывает, вот темпы остывания, ну, в принципе, посчитать можем, но Кельвина вообще получалось, так сказать, внутри миллиона, да, во время существования планеты. Вот, поэтому геологи со своими сотнями миллионов в качестве нижней придержки, они, конечно, так сказать, вот были некоторой соринкой в глазу у мирового научного сообщества, что вот, я говорю, чушь, выдумал. Но дальше, так сказать, дальше история все расставила по своим местам. Дальше, как уже было сказано, появился метод радиоактивного датирования, который в чем, собственно говоря, состоит. состоит он в том, что есть реакция, да, превращение, превращение урана из 35-го, да, в свинец, да, атом урана превращает в атом свинца, ну, и в стабаке частицы, и всякое прочее, да, было. Да? Значит, фишка этой реакции состоит в том, что на ее скорость невозможно повлиять. Скорость химических реакций можно изменить при помощи чего? Катализаторы, температура, давление, все это, так сказать, может менять. Скорость ядерной реакции изменить невозможно. По крайней мере, до сих пор, скажем так, до сих пор наука способов изменить скорость ядерной реакции не знает. Да? Поэтому, исходя из того, что скорость это должна быть стабильна, мы, да, то есть, если у нас есть, да, если у нас, измерив, как меняется как у нас происходит, грубо говоря, загрязнение свинцом урана в самопроизвольном процессе на малых интервалах времени, а это мы можем померить, да, мы можем таким образом мерить, можем предполагать, какому должно быть, грубо говоря, загрязнение свинцом урана на гораздо более длинном промежутке ряда. Потому что это просто тупая линейная зависимость, да, просто продлеваемая настолько, насколько нам надо. Значит, начали, соответственно, подсчитывать, да, то есть первые подсчеты начались при Рейтрофорде, еще к середине 20-го века было датировок уже достаточно, довольно быстро, считая возраста изверженных пород, дошли до цифры 3 миллиарда, на 3 миллиардах все дело уперлось, и дальше за 3 миллиарда это очень долго не выходило, поэтому все, так сказать, проры за 3 миллиарда были, так сказать, штучные, специально отличались, то есть, ну и по нынешнему времени, как мы знаем, как мы знаем, возраст планеты у нас определяется до 4,5 миллиарда. Да, на всякий случай, да, на всякий случай, имейте в виду, что минералов такого возраста на Земле не найдено. Это, опять-таки, интерпретация, да, что в действительности самые древние минералы, которые найдены на Земле, имеют возраст 4,2-4,3 миллиарда. 4,3 миллиарда, это вот самый последний, там, в Австралии совсем недавно найдено. Значит, откуда берется 4,5-4,6 миллиарда? Мне просто считается, что самые древние минералы, они находятся в глубине планеты, а то, что наружу, разрушена эрозия. Сколько примерно, сколько может примерно быть я, у меня, которые вынаграли? Еще я вам могу сказать. На поверхности. Нет, еще раз, на поверхности самые древние 4,2-4,3 миллиарда. Найдено реально. А оценка 4,5-4,6, это косвенная оценка, она основана на возрасте метеоритов, поскольку сейчас считается, что вся Солнечная система возникла одновременно, да, ну, по всем нынешним космогическим представлениям, то есть 4,5-4,6, это возраст метеоритов с одной стороны и возраст лунного грунта с другой стороны. То есть это тот лунный грунт, который был привезен американскими экспедициями Аполло сначала, а потом советскими автоматическими лунами. Обращаю большое внимание на то, что возраст этого грунта, которого нет на Земле, так сказать, объективным показателем, он одинаковый у Аполло и у советских лунников, и поэтому у всех естествоиспытателей вот эти самые конспирологические картинки, начиная, что американцы не были на Луне, а все сняли, так сказать, вот там это самое, ну, как в фильме, там, Козерог 1, это, так сказать, многократно обыграно, это все, конечно, вызывает веселый, задорный смех, потому что для этого надо было еще сделать лунный грунт, который нынешними технологиями сделать в земных условиях невозможно в принципе, то есть человек, который придумал бы такую инсценировку, для, так сказать, для американских бывших на Луне, он вот отказался от Нобелевской премии как для начала, и все прочие дела. Значит, ну это так просто, к слову. Значит, и так у нас появляется система датировок, да, которые позволяют работать с изверженными породами. Неприятность радиоизотопных датировок состоит в том, что с ними можно работать только с изверженными породами, да, осадочные породы, осадочные породы, они в принципе, они в принципе разрушены, они в принципе все находятся во вторичных циклах, И радиоизотопные датировки того, в чем у нас той матрицы, в которой у нас задерживается ископание, ее провести вообще-то нельзя. Вот это была такая всегда неприятность. Поэтому все датировки, вот эти самые, они всегда бывали очень косвенные. То есть как, у вас есть там последовательность, вот последовательность неких ископаний. И вот, слава богу, в некотором месте имеется там некий слой гранита. Вот с большим удовольствием этот слой гранита датируют. И после чего можно сказать, что вот это все моложе вот такой-то цифры. А сколько конкретно? На бог знает сколько. Надо ждать какую-нибудь другую последовательность, чтобы у вас был слой в другом месте. А это есть не всегда. Но в последнее время эта проблема замечательным образом решилась, потому что точности-то повышаются все время. В том числе физики научились работать с совершенно микроскопическими долями вещества. Производить датировки совсем уж, так сказать, в пыли изверженных пород. В частности научились работать с вулканическими пеплами. А вы понимаете, что вулканический пепел летает везде, оседает везде, в том числе вот в интересующих нас слоях с ископаемыми. И вот эти самые мельчайшие пылинки, пепла, теперь можно датировать. Поэтому в тех местах и в тех регионах, где была сильная вулканическая активность, соответствующие исходы, можно напрямую уже датировать эти самые слои. Значит, опять, что еще, так сказать, про эти самые, что про радиоизотопию? Значит, про радиоизотопию можно сказать, что радиоизотопию врет. В радиоизотопии всегда врет. Но способов, да, методов датирования по радиоизотопии их много. Вот уран-свинец, который первый был, и который как раз, собственно, который открыл Резерфорд, это один из способов. Вы наверняка слышали слова, там, калиаргоновый метод, там, рубидистронцевый. Если сейчас погрузитесь, этих методов десятки. Там, уран-урановый, аргон-аргоновый, чего там только нет. Значит, еще раз. Все эти способы врут. Но все они врут по-разному. И на этом месте мы получаем стандартную картину полицейского расследования со свидетелями. Любому полицейскому известно, что все свидетели одной врут, другие чего-то не разглядели и прочее. Но, тем не менее, все вместе они дают объективную картинку. Поэтому, вот используя разные способы радиоизотопного датирования, каждый из которых врет по-своему, можно получать достаточно приличную и объективную картину. Собственно говоря, сейчас, ну вот, например, есть такой способ, который недавно начали использовать, аргон-аргоновый. Вот он дает чрезвычайно высокие точности. Он очень точный. Вот при помощи него как раз недавно задатировали, в конце 90-х задатировали лаву Везувия, извержение которого удивило Памперия. Получены были цифры, положенные 2000, с поправкой плюс-минус, по-моему, 120 лет, с немыслимой точностью. Я, кстати, привет академику Фоменко. Значит, очень хороший метод, но, к сожалению, он работает только на небольших интервалах времени. Для более дальних интервалов предпочтительнее ДОМ-И метод калиаргоновый или тот же самый РАН-Свинцовый, точность которого опять-таки растет инструментально. Но, кроме того, есть еще один метод радиоизотопного датирования, который принципиально иной, чем все это. Речь идет о так называемой радиоуглероде. А радиоуглеродный метод был придуман в 1946 году, придуман он немножко раньше, но в 1946 году за него было. В чем суть углеродного метода? Углеродный метод работает на небольших относительно интервалах, поэтому он используется в основном не палеонтологами, а археологами. У углерода есть три изотопа. С12, С13, С40. С12, С13 это изотопы стабильные. Про С13 мы будем много говорить на следующем занятии, это очень важная вещь. Но сейчас мы вам интересны. Итак, С12, обычный наш изотоп, и С14, нестабильный изотоп, у которого период полураспада, время жизни половины молекулы, примерно пять с половиной тысяч лет. Пять с половиной тысяч лет. Тысяча миллионов. Значит, я говорю, что это все очень небольшие интервалы. Значит, откуда берется С14? Из чего состоит у нас земная атмосфера? Азот и кислород, совершенно верно. Азот и кислород в соотношении четыре пятых к одной пятой. Ну, плюс еще какая-нибудь блачетка, нам сейчас неинтересна. Значит, четыре пятых атмосферы составляет азот. В верхних слоях атмосферы у вас постоянно имеется космическое излучение. Поэтому азот, если вы посмотрите в картинку, он как раз имеет номер 14 атома. Да. Поэтому, когда в азот у вас попадают частицы космического излучения, часть азота превращается в вот этот самый 14 углерод. А дальше, вот в чем фишка. Азот, как он, насчет химической, он как химически инертен реагирует? Азот очень химический инертен, да? Поэтому азот не реагирует со свободным кислородом. Поэтому, собственно говоря, у нас такая замечательная атмосфера на планете. А вот как только у вас азот превратился в кислород в С14, что с этим углеродом будет происходить сразу? С кислородом. С кислородом. Он будет тут же реагировать со свободным кислородом, который вокруг возбудет. В итоге вы получаете молекулу СО2, в которой углерод, вот этот самый 14. СО2 у вас дальше еще с СО2 происходит? Растение. Начинает участвовать в реакциях фотосиндзора, да? И этот самый С14 у вас, грубо говоря, съедает некое растение, или микроорганизм, неважно, да? Вот, так сказать, дуб съел в процессе фотосиндзора эту самую С14, и внутри этого самого дуба, да, доля С12 и С14, какая будет С12 и С14? Пока постоянно идет обновление. Какая будет доля С14? Ровно такая же, как в атмосфере, да? Ну, которую мы можем как только уметь. Соотношение С12 и С14 такое же, как в атмосфере. А потом дуб субили, сделали из него королевский трон, или ГРО, или там ладьи, да? Что будет происходить на этом месте с долей С12 и С14? Обновляться это перестает, да? Что есть, начинает распадаться, С14 начинает распадаться, доля С14 начинает уменьшаться, а доля С12 начинает увеличиваться. И это происходит, опять-таки, по вполне считаемой, много вычисляемой кривой. Все примет на этом месте. На этом месте имея, да? Что еще раз, что при помощи С14, вот опять это надо помнить, это иногда упускают, что мы в действительности определяем не возраст, а вещи, во-первых, что с помощью углеродного метода можно определять только органику датировать, да? То есть всякие там деревяшки, а также производного, да? Там какую-нибудь кожу, бумагу и все прочее. Это все можно датировать, да? Но по-любому. Мы в действительности имеем не возраст, вещи, о чем часто забываем, а время, когда прекратилась жизнь того растения, да? На основании которого это я и сделала, да? Что вот это иногда упускают и завидают. Но это опять-таки все лечится. Опять-таки был период, когда произошел крупный наезд на радиообиродный метод, когда начали проводить коррировку при помощи измерений на современных, да? Каковы доли современных растений. И, конечно, вот метод очень сильно врет. То есть в принципе, так сказать, что в принципе все правильно, но регулярные ошибки, которые он дает, они таких масштабов, что пользоваться этим методом в общем, фактически нельзя по-хорошему. Начали проверять. И оказалось, что есть просто совершенно определенный период человеческой истории, недавний период, когда, грубо говоря, этим методом пользоваться нельзя, потому что соотношение радиоактивного и стабильного углерода в атмосфере другое, чем всегда было. Кто угадает, какой это период? Когда начали проверять на современных материалах с КОКОЦ 12-14. Ну, даю успеть справку. Это очень короткий период с начала 50-х, по начало 60-х годов 20-го века, когда проводились неподземные ядерные испытания великими державами. И когда, соответственно, в верхние слои атмосферы попадает радиоактивный материал. На этом месте это все здорово смещает дольку радиоактивного и нерадиоактивного углерода. Просто конкретные годы. Так что вот этот феномен насчет того, что метод сильно врет, вот да, действительно, в эти годы этот метод очень сильно врет. Поэтому понятно, что вот в эти годы потом внесли соответствующие поправки, корректировки, и все стало более-менее правильно. Так в чем, значит, чтобы закончить, так сказать, со всех этих дел. Здесь очень существенно то, что у нас есть разные методы измерения. Да? У нас есть разные методы измерения. Вот я, к сожалению, не успел дендрохронологию рассказать, которая основана на том, что последовательности тонких и широких и узких годичных колец отражают неповторимых особенностей климата в каждой точке. И представить, что абсолютно одинаковая конфигурация вот этих тонких колец, она, в общем, невозможна. То есть, ну, теоретически, возможно, и одинаковая, никто никогда не показал, что, в принципе, невозможны одинаковые отпечатки попиллярных либов. Да? Ну, всем известно, что отпечатки пальцев это вещь уникальная. Ну, так же и здесь. Вот дендрохронология это штука, которая дает несколько уникальные отпечатки климата здешнего места, и дальше можно... Ну, не буду вас грузить, раз уж не совпало. Короче говоря, разные методы абсолютного датирования позволяют проверять друг дружку и в общем и целом дают вполне сходящуюся по нынешнему времени картину. Но еще раз повторяю, что это некое надстроение абсолютное датирование в принципе представляет собой некую надстроение над датированием относительно, да? Которое основано именно на последовательности живых организмов в земных слоях. И, как уже сказано, геология отлично обходилась без этих абсолютных датировок на протяжении века. Все работало, так сказать, и все прочее. Ну, да, лучше, конечно, с датировкой, но, в принципе, мы можем обойтись и без них тоже. Хотя теперь, конечно, уже отказываться. Очень полезная вещь.